Добрый день, господа. Вашему вниманию обзор всех разновидностей 50-копеечной монеты 2005 года Санкт-Петербургского монетного двора. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и так далее. Маркировать я буду по каталогу Александра Сташкина, чтобы не запутаться. Кто любит пользоваться каталогом Юрия Кульвереса, можете просто прочесть. Там все таблицы соответствия есть. Значит, здесь у нас всего 7 разновидностей. 4 из них редкие. Три вида реверсов удобнее вначале начинать с реверсов, а потом переходить на аверсы. Первый реверс – это штемпель 1-2. Коренное его отличие, что стенки внутри ноля прямые, то есть параллельны друг к другу. Но это старая оборотка. Тут и завиток заходит за кант. И вот этот нижний бутон слабо окантован. Ну вот здесь две разновидности по аверсу. Первая – это штемпель 1-2А. Вторая – штемпель 1-2Б1. Принципиально в чём различие? Здесь надписи приближены к канту. Ну, верхний повод между мордой коня и шеи толстый. Ну, в принципе, как у всех здесь простых. А здесь надписи удалены. Вот видно прекрасно, что расстояние разное. Ну и, кстати, вот этот верхний повод, который между мордой и шеей, он имеет немножко другую форму. То есть он как бы не как штемпеля, а параллельно, а под наклоном. Ну, вот этот штемпель 1-2Б1 по кульверису считается нечастой монетой. И он оценится её где-то в 150 рублей. А пусташкину – это редкая монета. Ну, с другой стороны, даже вот 1-2А сама по себе, может быть, даже на целый мешок не попасться. Их где-то на весь пятый год 3%. А вот уже и среди таких вот, ну, 1-2А найти ещё 1-2Б1 проблематично. Ну, вот видите разницу между расстоянием от надписи до канта разное. Ну, можно ещё считать от кончика копья до канта. Тоже разное. Дальше идёт штемпель 2-22. Ну, оборотка здесь уже новая, нижний бутон на кантон. Стенки ноля внутри уже изогнуты. Принципиально здесь вот этот бутон касается пятёрки. И опять же здесь два варианта. И опять же по приближенности и удалённости надписи до канта. Ну, здесь уже редкая монета 22-B2. Почему не B1, а B2? Потому что верхний повод здесь не толстый, а тонкий. Тут уже редкая монета. По кулевелесу она оценивается в 500 рублей. Но опять же видим, что расстояние вот здесь больше, чем здесь. Дальше идёт штемпель 2-32. От предыдущего отличается тем, что вот этот бутон пятёрки не касается. Не касается, не касается. И опять же, ну тут уже три варианта по аверсам. Мы сейчас их опять же повернём. Та же самая система. То есть именно расстояние между надписями и кантом. Вот здесь штемпель 2-32 имеет тут две редкие разновидности. Это B1. Здесь верхний повод толстый. И B2. Верхний повод тонкий. Вот попробуем, чтобы было видно в сравнении. Ну, кстати, расстояние у них тоже хоть и большое, но чуть-чуть разное. Вот это тоже редкая монета. Обе редкие монеты. Обе по кульвилису в районе 500 рублей. Линейка интересная. Собирать её интересно. Искать интересно. Ну, а различать расстояние между надписями и кантом, это надо уже привыкнуть. Ну, опять же, смотрим, вот кончик копья здесь дальше, а здесь ближе. Всё. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться, лайкать, кликать. Всё вам наилучшего. Спасибо.